МИЛЛИАРД ЗА ЭФЕКТИВНОСТЬ Проектируя будущее. Урбанистический форум Махачкале обозначил перспективы выхода республики из джунглей самостроя к архитектурным инновациям. Здравствуйте! Это Итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. Миллиард за эффективную работу планирует получить Дагестан из федерального бюджета. Надежду на выдачу столь масштабных средств озвучил глава региона Владимир Васильев в ходе встречи с Владимиром Путиным, которая прошла накануне в Москве. Васильев сообщил, что по итогам текущего года по эффективности работы республика вошла в первую десятку среди российских регионов. Также он поблагодарил главу государства за хорошую поддержку и отметил, что благодаря помощи федерального центра во многих сферах удалось навести порядок. Почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Награду в Кремле в торжественной обстановке ему вручил глава государства Владимир Путин. Напомним, несколько лет назад Магомедов стал первым лауреатом премии за вклад в укрепление единства российской нации, которую учредил президент России. На моем жизненном пути было немало событий и регионального, и межнационального значения. Хотя бы перенос за пределами Чеченской Республики и строительство железной дороги, автомобильной трассы, магистрального газопровода, системы связи, передачи высоковолтных линий, строительство Ирганайских ГЭС и другие. Все эти проекты реализовывались в экстремальных условиях, находясь в глухой экономической блокаде, окружен не со всех сторон воюющими государствами и территориями. Дагестан благодаря мудрости многонационального народа сохранил мир, относительное спокойствие и, самое главное, свою верность, преданность Родине Российской Федерации. В Дагестане на неделе побывал первый заместитель министра транспорта России. Федеральный чиновник осмотрел здание нового международного терминала Махачкалинского аэропорта с пропускной способностью 190 пассажиров в час. Иннокентий Алафинов положительно оценил темпы строительства. Проект стоимостью более 1 миллиарда рублей впервые был презентован в 2014 году. Строительство началось через два года. С открытием нового терминала пассажиропоток в воздушной гавани вырастет почти вдвое. Сейчас в здании уже идут внутренние работы. Завершить их планируют к лету следующего года. До начала хадж-компании, чтобы обеспечить паломников комфортными условиями. Правительство Дагестана планирует масштабную реконструкцию самой главной магистрали Махачкалы – проспекта Имама Шамиля. Об этом сообщает сайт МК в Дагестане. По предварительным подсчетам, власти республики выделят на это 3 миллиарда рублей. Дорожно-ремонтные работы планируют начать уже в следующем году. О современной архитектуре и развитии комфортной городской среды в Дагестане говорили на втором международном урбанистическом форуме «Проектируя будущее», прошедшем накануне Махачкале. Участие в форуме приняли члены правительства, местные и иностранные эксперты в области урбанистики, архитекторы. Судя по амбициям участников, Дагестан может ожидать настоящая архитектурная революция. Только для начала стоит решить вопрос с незаконными застройками и правовым статусом многих территорий. Именно этому в данный момент и уделяется большое значение, заверил присутствующий председатель правительства республики Артем Сдунов. По мнению премьера, сегодня своеобразной отправной точкой для старта инноваций в этой сфере стал Дербен. Это город, по примеру которого в последующем будут развиваться другие муниципалитеты. Прежде всего, правовое поле привели в порядок. Сейчас основные институты работают, но должен быть обязательно пилотный регион, где мы все это опробуем. Катерин Магомедович такую мужественную задачу на самом деле на себя взял, потому что сталкиваются сейчас и земельные вопросы. Чтобы все реализовать, что сейчас делали на мастер-плане, об этом говорили много и зарубежные гости, надо решать земельный вопрос. Собственник, потому что много несанкционированных застройок. Там какие-то истории. Поэтому мы в пилотном режиме не отработаем, конечно, будем рассмотреть на земельный вопрос. Нас ждет Махачкала. Большой проект. Огромный проект. Вы оценки слышали? При всей позитивной оценке того, что мы делаем, они сказали, что здесь, конечно, работы очень много. При разработке нового генплана Дербента его авторы попытались максимально гармонично совместить традиционную идентичность города. Современной индустрией. Старую Махачкалу с архитектурой прошлого также попытаются сохранить. Нельзя и новые архитектурные решения. Кроме городов Дагестана, свой облик поменяет и периферия. Но тут все упирается в законодательную базу. Все города, они наши, которые есть, они состоят из нескольких населенных пунктов и подлегающих небольших населенных пунктов. Таким образом, у нас образуются агломерации городские. И чтобы вовлечь городскую агломерацию в город или развивать его, его, естественно, нужно тоже нормативно, базово подготовить. Мы выделяем уже несколько таких городских агломераций, которые у нас так или иначе уже сформировались и живут. Естественно, это будет новое улучшение для периферийных военных в нашей республике. Свыше 270 тонн зерна, отгружаемого в Иран, было досмотрено специалистами Россельхознадзора Дагестана всего за 9 месяцев. Ведомство осуществляет регулярный контроль за качеством и безопасностью продукции, экспортируемой в другие регионы и страны через Махачкалинский международный торговый порт. Всего было выдано 185 фитосанитарных сертификатов. При проведении карантинного фитосанитарного контроля под карантинной продукцией, нарушений международных фитосанитарных требований не выявлено. Благодаря последовательным действиям сотрудников управления удалось обеспечить безопасность зерновой продукции, отгружаемой в страну импортера. Отметим, что процесс проверки тщательный и струбулезный. Изначально экспортное зерно помещает в специальные емкости для хранения, элеваторы. После погрузки на судно отбираются пробы, которые следуют в лаборатории. Победителем конкурса по разработке мастер-плана Дербента стал консорциум под управлением компанией «Новая земля». Проект рассматривает Дербент как перекресток культуры эпох, предлагая поэтапное развитие города до 2040 года. Все подробности в сюжете по теме от Ханаповой. Дербент – перекресток культур, где древность встречается с будущим. Под таким лозунгом представили свой проект «Победители». И это действительно будет так, если все пройдет, как показано в материалах генплана. Давайте разберем по порядку. Набережная. Здесь планируется самая масштабная работа. Она станет главной осью развития города. Вдоль нее разместятся культурные центры и гостиницы, формируя морской фасад города. Изюминкой станет площадь на воде. Зеленые зоны, удобные улицы с парковой территорией свяжут все городские районы, а зеленые пояса на окраинах ограничат неконтролируемую застройку. Это видение, которое теперь нужно превратить в работающие инструменты, которые соответствуют законодательству, и неформальные инструменты, которые должны работать в городе через работу сообщества. Чтобы жители приняли это как свое, чтобы каждый из горожан, из дербенцев, он захотел, чтобы это было реализовано. Если какие-то решения не будут приняты жителями, их надо будет видоизменять. Не оставят без внимания и проблемные сферы города. Рассматривается даже вопрос об освобождении от налогов местных жителей. У местной власти есть возможности, не перебегая к изменению федерального и регионального законодательства, стимулировать жителей через отмену местных налогов. Это первое. Второе, конечно, нужно создавать какой-то некоммерческий фонд, который бы работал с жителями некоммерческой организации, работал с жителями Магалов и искал тех, кто готов действительно менять облик своих домов. У нас разный набор решений по каждому из направлений деятельности. Действительно, мы проработали отдельную юридическую часть. У города большие проблемы, которые достались им в наследство, связанные с недвижимостью, с имуществом, с застройкой, с земельными отношениями. Мы разработали блок решений для этой задачи, очень важных, потому что имущественный ресурс у города сильно ограничен. Также проект предполагает возведение двух новых жилых районов – на юге и на севере. Там появятся среднеэтажные застройки и социальная инфраструктура. На севере предлагается создание индустриального парка, в который будут вынесены все промышленные площадки. Сумму реализации точную нельзя сказать, почему я объясню. Потому что, например, улица Агасево, когда мы делали, смету только подсчитывают. Это сметчик должен подсчитать и сказать. То, что озвучивает здесь 700 миллионов, ну это нереально. Сумма будет намного больше. Конечно, намного больше. Это уже бюджет. Основной бюджет, то, что по государственной программе у нас есть 23 миллиарда заложено. Но мы будем еще привлекать инвесторов, участников. В южной части, где сегодня расположен один из карьеров по добыче камня, победители предлагают создать современный оздоровительный центр. При этом сам объект планируется заполнить подогреваемой морской водой. Это позволит обеспечить круглогодичный купальный сезон. Здесь надо упомянуть важность исторического наследия. Это единственный город на Кавказе, который имеет статус ЮНЕСКО. Мы видим Дирбент центром развития туризма в Дагестане. Сложно сказать, сколько людей он привлечет. Зависит от того, какая будет политическая воля, насколько будут успешны проекты развития. Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Дирбента стартовал 25 июня. Общий призовой фонд конкурса составлял более 14 миллионов рублей. Заявки на конкурс подали 26 участников, в составе которых более 60 компаний из разных стран мира. В процессе строительства Духовного центра имени пророка Исы, мир ему, задействованы люди из разных городов и районов не только Дагестана и России, но и стран ближнего зарубежья. На сей раз внести свой вклад в богоугодное дело в Махачкалу приехали представители Международной ассоциации исламского бизнеса во главе с ее президентом Маратом Кабаевым. Сотрудники центра рассказали гостям о структуре проекта. «Был впечатлен вот именно размерами, конечно, прежде всего. Наш муфти Ахмад Хаджи хочу поблагодарить. Вместе это не то, что один спонсор нашелся и делает, а вот именно всем народам. Народы здесь со всех регионов России, с зарубежья, с ближнего зарубежья. Думаю, что с нашим приездом, с нашим приходом сюда еще больше и больше захотят приехать и оставить частичку своего вклада в строительство мечети». Гости получили возможность оставить свой собственный вклад – именной кирпич. Он будет установлен в стенах мечети имени пророка Мухаммада, мир ему и благословения. «Давайте вместе строить духовный центр!» Сменить специализацию можно и после 50-ти. Граждане предпенсионного возраста продолжают обучаться новым профессиям в рамках проекта «Старшее поколение». Подготовку участники прошли уже по нескольким направлениям. Например, учат, как стать портье или стропольщиком, обучают ораторскому искусству и другим специальностям. Сейчас проводятся курсы по сервису и туризму. Учащиеся уже разработали туристический маршрут, прогулки по Махачкале, охватывающие основные достопримечательности столицы. Подробности у наших коллег. Житель села Бишта Цунтинского района направление «Туризм» выбрал не случайно. Шихмагомед Шихмагомедов в студенческие годы не раз организовывал туры со своими сокурсниками. Участие в федеральном проекте старшее поколение признается, помогло осуществить его давнюю мечту – стать гидом-экскурсоводом. Как бы говоря, люди, которые ездят часто на природу, где-то разные места увидят, они еще дополнительно пять лет себе добавляют. Это факт, потому что человек отвлекается от всего городской суети. Вот ознакомить, в первую очередь, свой контингент, свой Дагестан, не только городом, Дербентом, другие города и горными районами. У нас очень интересные места из горных районов. В ходе занятий граждане предпенсионного возраста обучаются презентовать новый маршрут, оформлять и обрабатывать заказы, подбирать пакетный тур по интересам клиентов. Прогулка по Махачкале разработана слушателями под руководством «Тревел-эксперта». Продолжительность его по столице составит около семи часов. Этот маршрут, сегодняшняя прогулка по Махачкале, был разработан именно, предложение поступило с их стороны провести целый день в таком другом совсем формате, новом для нас. И мы решили опробировать такой формат. Совместно обучение, плюс отдых, плюс единомышленники, слушатели. В таком формате мы его проводим. У нас включены сегодняшний маршрут исторические объекты, культурные объекты и экономические объекты. Сегодня туристам удалось прослушать историю мечети, являющейся одной из древнейших мусульманских сооружений Дагестана. Посетили старейшую улицу города Улубия-Буйнакского, русские и аварские театры, природный памятник Таркитау, Махачкалинский международный торговый порт и другие объекты. Напомним, что обучение для всех лиц предпенсионного возраста по проекту «Старшее поколение» проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости, ННТ, Махачкала. Ведущие диетологи мира обеспокоены здоровьем людей, окруженных валом фастфуда. В Дагестане прошел 23-й Всемирный конгресс по клиническому питанию. Ученые из 27 стран мира выступили в Махачкале с докладами. О том, что вредно, а что полезно употреблять пищу, узнавал Хамзану Магомедов. Врачи бьют тревогу. Они утверждают, с таким питанием ничего хорошего в дальнейшем мы ожидать не можем. Нарушение связано и с плохой экологией. Все, что мы употребляем в пищу, дает информацию организму. А большинство продуктов, которые мы сейчас едим, непонятно из чего сделаны. Нет у нас ни знака качества, нет у нас серьезного подхода, государственного подхода. Нигде, ни в одной республике, и в Дагестане тоже. Этих гамбургеров есть нельзя. Это неопределенно что, неопределенно когда. Это пища в сухомятке, это пища на скорую руку. Самое большое количество людей, страдающих ожирением, проживает в Мексике и в Америке. А эта болезнь приводит к увеличению смертности. И современные диеты от похудания, по словам специалистов, ничего кроме вреда не приносят. Мы элементарно должны знать, когда и что можно употреблять. Это очень большая проблема, на фоне которой появляются болезни сердечно-сосудистого плана. И мы хотим лечить эти заболевания эффективными методами. Именно с помощью питания, без лекарств. И, конечно, нам нужно использовать целостный подход. Люди должны следовать умеренному питанию и питью. Не курить сигареты, потому что курение сокращает жизнь. И, конечно же, заниматься спортом. Но и спортсменам, особенно профессионалам, надо быть осторожными. Я знаю, что об этом не нужно было бы говорить. Но так, как питаются спортсмены, единоборств, тяжелоатлеты, там все выверено. Но это не долгожители. Это далеко не долгожители. То есть это огромное количество углеводистой пищи, легко усвоимых углеводов, чтобы покрыть те колоссальные расходы, которые они имеют во время тренировок и спортивных соревнований. Вегетарианцы также наносят себе вред, считает профессор Чебисов. Отказ от мясного через два года приводит к такому тяжелейшему заболеванию, как анемия. Человек становится вялым, плохо соображает. А подростки из-за неправильного питания в 25 лет имеют разрушенную печень. Такого не было на протяжении столетий. И задача конференции – снизить заболеваемость. В первую очередь посвящено этому, чтобы наш народ жил здорово, дольше и чтобы у нас было много. В рамках мероприятия организовали выставку. Любой желающий мог попробовать экологически чистый продукт местных и зарубежных предпринимателей. Конгресс продлится до 20 ноября. Около 100 ученых будут работать по 16 направлениям. В одной из секций врачи расскажут, как побороть сахарный диабет. Церемония награждения детей героя в Совете Федерации России стала уже доброй традицией. Проходит она шестой год подряд. Награды нашли 20 юных и отважных храбрецов. Среди них – школьник из Дагестана Муслим Далгатов, который спас друга, рискуя собственной жизнью. Подробности героического поступка. Узумруд Гамидов. Неосторожная прогулка обернулась в тот день для ребят трагедией. Друзья Муслим и Умар шли за мороженым, проходили мимо высокого речного берега. Конечно, родители предупреждали, что подходить близко к обрыву опасно, но любопытство победило. На самом краю мальчик поскользнулся и полетел вниз. Муслим попытался его удержать, но сил не хватило, и он полетел следом. Дети упали в реку, но школьник, рискуя своей жизнью, помог выбраться из 70-метрового обрыва своему другу. Мы двое были без сознания. Я от холода проснулся в себя. По сторонам смотрю, вижу его одежды. Туда иду. Другой рукой хотел его вытащить. Смотрю, рука сломана, и кость вышла. Я тогда другой рукой его вытащил в берег, и тогда мы увидели тропинку. И мы туда шли, шли, шли. Находясь в шоковом состоянии, с открытыми травмами, Муслим сумел преодолеть больше километра и добраться до дороги. К счастью, там их заметил проезжающий мимо полицейский, который отвез их в больницу. В один миг из обычного мальчика он превратился в настоящего героя. Теперь Муслима знает вся страна. За проявленное мужество и отвагу он удостоился награды от Совета Федерации. Медалью за мужество в спасении и благодарностью директора Росгвардии награждается Долгатов Муслим. На вопросы смельчак отвечает скромно, говорит, что любой бы так поступил на его месте. В семье Юсупа и Айна Долгатовых пятеро детей. По словам родителей, он всегда выделялся среди остальных. На редкость самостоятельный и не позволяет говорить с ним, как с ребенком. Он у меня такой смешленый, шустрый, честно говоря. И такими поступками, наверное, можно было ожидать от него. Потому что у меня характер такой боевой. Было, честно говоря, страшно. То, что случай у меня такой произошел. Благодаря Аллаху, что они остались живы, честно говоря. Поступкам внука гордится и бабушка. Но говорит, что он был ожидаем. Мальчик растет отзывчивым и всегда готов прийти на помощь. Я не удивляюсь этим, потому что до этого тоже в семье Юсупа он себя, свой характер показывал, какой он насчет этого смелый. Как он вот это вытерпел, все, боль, сломанная рука, ходьба. И не пикнул же ни разу, даже в больнице тоже, как это, не плакал. К своей славе муслим относится весьма скромно, стесняется. Себя героем не считает. Говорит, что в голове была одна мысль – спасти друга. Сумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Казбековский район. Полная самоотдача и концентрация до последней секунды. Более 400 каратистов из 12 регионов страны в минувшие выходные съехали с Дагестан. Здесь, в Махачкале, проходил этап открытого Кубка Союза Киокушин России. Спортсмены разыграли 45 комплектов наград. Кому удалось завоевать большую часть медалей, узнаем в сюжете Гурбана Рагимова. Жесткие лоу-кики, удары по корпусу и ногой в голову. Поединки в карате Киокушинка всегда проходят динамично и зрелищно. Нокдауны здесь тоже не редкость. За один день бойцы должны провести по 4-5 поединков. Досрочная победа заметно упрощает путь к финалу. На домашнем татаме победитель Кубка Мира среди детей Магомед Хан Магомедов встретил серьезное сопротивление, но все-таки сумел пополнить свою копилку очередной медалью. Мне всегда хотелось приносить медали, чтобы мама всегда радовалась. Иногда не получается, но часто все получается. В спортзале при стадионе имени Елены Исимбаевой в этот день не было свободных мест. Бои проходили на трех татаме. Отношения выясняли дети, юноши и юниоры. Эмоции бьют через край. Борьба настолько жаркая, что тренерам в буквальном смысле приходится корректировать действия спортсменов по ходу баталий на татами. Турнир собрал свыше 400 каратистов. В споре за медали и кубки сошлись атлеты из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Кемерово, а также почти со всех субъектов СКФО. Я вижу сегодня, как болеют представители команд, как переживают тренера. Здесь очень много родителей, которые приехали с детьми, потому что, наверное, с маленькими детьми нельзя было отправить одних. И они переживают. Такой накал страсти я практически никогда на соревновании такого не видел. Кубок России чем хорош? Он разделен у нас на три этапа, и он допускает участие менее подготовленных спортсменов среднего уровня. И здесь мы их тоже видим. Они конкурируют сильными и набираются опыта. Вот в этом прелесть турнира. Дагестанская команда на этом турнире по-хозяйски рассчитывала только на победу. Основную конкуренцию нашим каратистам составили спортсмены из Москвы и Кабардино-Балкарской республики. Конечно же, регионы сюда привезли лучших бойцов, которые прошли у себя отборы. И Дагестан представляет двойной состав. То, что нам есть. Это для нас большой плюс в том плане, что будет возможность для молодых, новичков, не выезжать куда-то на Кубок России, а здесь именно у нас, в столице нашей, чтобы набраться какого-то опыта. Всего на турнире было разыграно 45 комплектов наград, большую часть которых сумели завоевать каратисты из Дагестана. Следующий этап Кубка Союза Киокушин пройдет в Калининграде, после чего будут подведены общие итоги. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам этой неделе. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!